Чем закончился день? День закончился посадками. Яна Дробнокос, Андрей Кайгородцев. Статья странная. Участие в непубличном массовом мероприятии. Вот такая у нас еще есть форма организации. Непубличные массовые мероприятия на Монументе Славы. 21 ноября. Недовольные тем, что это была политическая акция. А статью, которую изменяют, предусматривает, что нарушение было в момент, когда проводилось не публичное мероприятие, а просто было скопление людей. И вот это скопление людей нарушило санитарные правила и нормы. И вот эта статья, она предусматривает наложение штрафов. Среди прочего, среди наложения штрафов, еще и административный арест. До 15 суток. То есть это довольно серьезная статья. У нас еще есть отдельная статья, которая чаще всего применяется в таких случаях. 20 точек, да, нарушение. Режима повышенной готовности там, ну, да. Вот эти вот правила антиковидные. То, что... Вообще, что на месте человек находился без... 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 Да, ну, без намотности. Обычно, без... И вот эта статья, хотя она тоже неприятная, но она, по крайней мере, не предусматривает на арест. Если бы по ней не было воздушено дело, и по ней, если вы составляли тут протоколы, то вот... Ареста не было. В общем, собственно, об этом было заявлено. И протокола не было заявлено. В частной форме, когда эти протоколы не стало, должно быть, что рассматривать. То есть, нарушение кодекса административного права. Нарушение, собственно, там нарушение одно накладывается на другое. Нарушение массовое. Чего только стоит, что протокол задержания в суд доставлен в отсутствии адвокатов. Адвоката... Ребята сели в соседней комнате, в дежурной части. А вот дополню от тебя, то есть, я был личным следителем, и не только я, вот еще группа лиц. То есть, что адвоката не допустили к задержанным. Ну и, собственно говоря, вот, если существо самого нарушения посмотреть и оценить объектив, да, было некое мероприятие. Мероприятие, такое специфическое, против введения грамотов. Ну, можно по-разному относиться. И общество, наверное, у нас разлилось, кто да, кто против. Ну, тем не менее, имеют право люди высказать свою введение в конституции на пик. Да, конечно, первое, спасибо за голосование. Собирайтесь. И что? Эти люди... Кто-то был без масок, кто-то был в масках, кто-то соблюдал при возможности дистанцию. Ну, большинство, конечно, не соблюдали эту дистанцию. Ну, неужели участие в таком мероприятии должно влечь задержание на 48 часов и последующее наказание и получить административный арест до 15 часов? Ну, это, конечно, не за размерные наказания. Нет. Наказывают ребят не за то, что формально напишутся на протоколе, а совсем за что-то другое. Просто властям, скорее всего, не нравится их активность. Ну, это очевидность. Ну, все, спасибо. Спасибо всем. Я больше, чем уверен, что помимо того, что арест – крайне неприятная штука, есть еще риск поверить заработать какие-то заболевания, ну, такие нехорошие, которые, скажем так, возможно получить в данных заведениях, которых удерживать будут лиц. И я не считаю, что подобное правонарушение, даже если такое оно и было, но оно, я прошу обратить внимание, не доказано. Вообще, в принципе, возможно и способно, то есть видом ареста, ну и так далее. Ну, ждем ребят, я думаю, что сейчас их должны уже вот-вот депортировать непосредственно на спецприемник. Всем всего доброго. Всем спасибо. Продолжение следует. Спасибо.